Движение похоже на танец. По татаме-босиком движутся титулованные ножки юных анапчанок. Самбо – это безупречное владение телом и его ритмами. Лена Брылякова и Кристина Усова доказали всему миру, что могут уложить на лопатки лучших самбисток. На первенстве мира по самбо в Сеуле Лена в своем весе стала чемпионкой, а Кристина заняла третье место. Нам, как учителям, что нужно? Посадили дерево и ждем плод. Вот сегодня этот плод нас очень обрадуется. Они родные нашим обчане. Доказывает весь наша страна, есть у нас такие вот талантливые дети в Анапе. Обе спортсменки занимаются борьбой уже более 10 лет. Начинали с простых кувырков и разминок, затем отрабатывали приемы. Броски огоше, сотагаре – это как А и Б для первоклассника. Чтобы отработать один элемент, нужно повторить его 3000 раз. Каждый элемент еще имеет более десятка вариаций. Лена и Кристина отработали за свою спортивную карьеру более тысячи. Подготовка к соревнованиям любого масштаба – ежедневный труд. Подготовка физическая и моральная. Когда выходишь на схватку, морально, если не подготовился к этой схватке, ты можешь быть подготовленный физически, но ты можешь проиграть схватку. Я расстроилась, потому что я знала, что я могу лучше отбороться, быть выше третьего места, но не получилось. Что повесало? Может, наверное, не настроилась на схватку или переоценила соперника и недооценила. Однако бронза волевой Кристины для многих спортсменов – это недостижимый результат. С Кристиной всегда рядом тренер. Помогает провести работу над ошибками. И победы, и поражения, и слезы, и всякое бывало, конечно. Но на сегодняшний момент они уже представляют страну, национальную сборную. Это не одним моментом, а это годами все складывается. Еще все впереди, только в начало их небольшой спортивной карьеры. Вкус победы, самой первой и самой неожиданной, Лена Брылякова помнит с детства. Очень переживала перед первыми соревнованиями. Потом я пришла домой, показала медаль, родители говорили, мы же говорили, что у тебя получится. Скорость и точность каждого броска воспитанница детско-юношеской спортивной школы номер 4 оттачивает часами. И вот на шее заслуженное золото мира. С этой девочкой я уже боролась, и в предыдущий раз я ей проиграла. И как бы это был реванш. Я поняла, что ничего особенного в ней нет на самом деле, что все задачи решаемы. Я боролась в первый день, а Кристина во второй день боролась. Я слышала, как она на трибунах болела за меня. И не только она, вся сборная России, очень дружная сборная у нас. И за Кристину я точно так же болела на следующий день. Лене Брыляковой присвоят звание мастера спорта международного класса. Это высшее звание, которого на сегодняшний день добивались в спорте анапские самбистки.